Здравствуйте! Люди стабильности хотят, устали люди. Многие... Ну у нас сейчас стабильность, как на кладбище. Монолитная, монолит у нас везде. У нас стабильность, как на кладбище, да, то есть полная тишина. Да. Вы видите, страны скоро не будет, народа нет. Народ уезжает. Итак, мы говорим, что они вот превращают Молдову в дом престарелых, а через 3-4-5 лет уже будет не дом престарелых, а кладбище. Конечно бы хотелось, чтобы люди здесь оставались, не только в Молдове, в Чемешлии, чтобы были рабочие места, чтобы была зарплата достойная, чтобы власть была, которая слушала народ. Конечно же за это, и большинство за это. Какой бы партии, за какую бы партию бы не голосовали, но действительно за это люди все думают, чтобы так было, чтобы стабильность, народ слушал власть, чтобы страна не пропала, демографическая проблема, чтобы хоть как-то бы решилась. Все мы про это думаем, независимо, за кого будем голосовать. Где бы мы не проводили наши встречи, везде есть люди, которые или работали за границей и приехали сюда. Некоторые приехали, как бы хотят насовсем вернуться в Молдову, некоторые приехали сейчас на летние праздники. И есть люди, которые собираются уезжать. То есть это, ну, это вообще просто национальная катастрофа. Вот это демографическая катастрофа. Статистика, она известна. То есть 700 тысяч человек, как бы по официальным данным Федеральной миграционной службы России живет в России. 200 тысяч, называется цифра по Италии, Испания, Португалия, Греция, Англия, Ирландия, Германия, Румыния, Израиль. Где только наши граждане Молдовы не живут и не работают. То есть и перепись населения показывает это. Вот постоянно падает, падает, падает население. По переписи сейчас последние 2014 года население уже упало ниже 3 миллионов. Это уровень 1960 года. В момент получения независимости в Молдове проживало где-то 4,3-4,5 миллиона. А то сегодня 3 миллиона. Ну, минус Приднестровье, где тоже катастрофическая ситуация с демографией. Мы сейчас много ездим по всей республике. Ну, я и раньше очень много, не то, что путешествовал по работе, так ездил. И сейчас еще раз, который раз убедился, что, ну, какая красивая наша Молдова. Везде красиво. И на севере, и на юге, и в центре. И, конечно, ну, люди замечательные. Люди, это самое главное наше такое богатство. Но, к сожалению, мы его теряем, уезжают. И когда видишь в селах особенно, как тяжело людям, ну, просто, честно, сквозь сердце кровью обливается. И хочется что-то сделать, чтобы это исправить. Синтересно, что мы, по-сенсибилитации, по-транспаренциям, по-аурам позитивным. Спасибо. 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 Спасибо.